так сделаем вот так вот так и вот так здрасте давно не виделись всем привет здрасте привет алексей все даже не подумала ой переборщилась настройка света всем здрасте всем привет давно не виделись правда я даже не помню когда последний эфир снимал что-то не посмотрела в этих эфирах не суть не суть не суть это все неважно мы же здесь еще такое да 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 конечно мой романтичный диван диван ты такой романтик еще сзади медведь лежит вот он для атмосферы медведя его не видно грустно вот медведь кажется этого медведя больше чем не лет ну ладно да я постриглась я постриглась он слишком мал у меня есть большой сейчас все все для вас пойдет вот такой медведь все-таки девочки такое но это мне подарили когда мне было 10 прошло 10 лет и он все еще со мной как бы ничего не изменилось цветы давит кто мне цветы давит вот эти цветы не завидуйте это да это я могу это я сама себе дарю потому что потому что и феминистка здрасте здрасте диван да и эти цветы тоже кстати тупанула сори я что-то плохо соображаю как уже полдвенадцатого да 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 цветочный диван ну когда-то кстати он лучше вписывался в дизайн моей комнаты но потом мне сделали ремонт и все хотя в принципе я считаю что он все еще все еще вписывается я не хочу с ним расставаться хотя мне уже столько раз предлагали это сделать но как видите он на месте со светом все теперь замечательно нормально нет мы сегодня все еще в моей комнате только немножко по другим углом обычно мы маленько развернутые смотрим на мой кровать и на мои шкафы а сегодня смотрим на стены на медведи вот здесь учеба ну что могу сказать по поводу учебы нам продлили д.о. как неожиданно невероятно никогда такого не было и вот опять вот ну как бы я и говорила что скорее всего продлят да я думаю что господи продлят уже до конца семестра ой у меня ногу затоллился сейчас подождите раз уж мы с вами подружки болтаем то я возьму пилочку буду пилить ногти прямо в прямом эфире ну так вот учеба моя продлевается на д.о. в общем-то в этом нет ничего такого те кто были на д.о. как я поняла их переводят ой те кто были не на д.о. ну да да конец семестра не за горами я потому и говорю что скорее всего продлят до конца семестра вот по поводу тех кто учился не на д.о. насколько я знаю их переводят до обратно то есть их выпустили на пару месяцев ну на два точнее получается два месяца прошло и их вот обратно убирают что как бы говорит о том что выпустят нас вероятнее всего очень даже не скоро ну и в принципе эпидемиологическая обстановка в крае неблагоприятная для того чтобы нас выпускать с дистанционки в общем-то вы все это знаете и рассказывать вам это нет смысла так по поводу того ругаюсь ли я матом при родителях да ругаюсь но наверное не так часто как своими друзьями но бывает типа мои родители они мне это прощают за что я им благодарна но у всего есть своя граница вот откуда меня должны упустить меня из тюрьмы конечно я в тюрьме в норвежской видите какая приятная атмосфера у них тоже бывает это воспитательные меры кто если не я так где проходит занять да проходит занятие в зуме но не только в зуме на самом деле у нас почему-то слава богу мало проходит пар терпеть могу зум у меня например вся пятница в зуме и я сижу за компом с пол одиннадцатого до пяти практически и мне вообще не нравится моя спина начинает отваливаться уже к часам двум это просто становится невыносимо но это то что есть да лекции все в зуме соответственно он не все какие большинство но также у нас есть сайт нашего университета в котором у нас выкладывают задания и лекции некоторые уже пред записаны были летом я не знаю когда не записывали были короче не суть важна но вот такой формат у нас есть физры у нас нет в этом семестре слава тебе господи они поняли что это бессмысленно дистанционки но в прошлом семестре мы записывали занятия выкладывали их на youtube потому что на сайте нельзя прикреплять видео и типа нажимали на видео ссылка под видео доступно по ссылке и отправляли ссылку преподавателю некоторые отправляли на ватсап ну короче выкручивались как могли на самом деле все поняли что это реально бред и слава богу физра убрали вот не бред я не почипал так если серьезное то дистанционного обучения но должны были выпустить когда-нибудь надеюсь выпустят когда-нибудь но явно не в этом месяце потому что продлили до до конца месяца так еще вопрос ли это были что попустила все еще стесняешься смотреть сцены поцелуев при родителях я вам скажу что с родителями ничего не смотрю поэтому я не могу вам ответить полной мере на этот вопрос но скорее всего если бы сцены поцелуев были то я бы наверное не стеснялась но я не могу говорить точно потому что не происходит такого но при маме я не стесняюсь не знаю это же просто поцелуи что вот такого знаете знаете какие-то вот эти вот мемы сцены поцелуев начинаются я вау какой интересный потолок еще рассказать такое интересное ну как я и говорила я все-таки пошла в автошколу но счастье мое длилось недолго и мою автошколу переводят на дистанционное обучение то есть вся моя жизнь теперь дистанционная крайне очень грустно очень невкусно хотела почувствовать себя нормальным человеком хоть на какое-то время ну вот на какое-то время почувствовала на целых две недели да вот такие дела спасибо пандемия ты просто лучшая серу кайфу need for speed играешь нет играю в among us это на данный момент единственная игра в которую я играю я даже забросила майнкрафт вот я понимаю уроков вождения не будет но я договорилась с папой и папа мне организуют уроки вождения только для меня так что все нормально я буду практиковаться но но немножко не незаконно ух какая досада не могу не отчеток воняет а это моя тушь ужас у нас там на самом деле какие-то траблы с этими господи как это инструкторами вечно это слово отразительное слово вот там какие-то траблы в школе с инструкторами один уволился другой завалил а их всего было два и я такая понятно учиться я видимо не буду снять на память я думаю папа меня убьет прям в машине как бы за мою тупизну потому что мы уже с ним ездили пробовали и это было что-то типа а как водить педаль нажимать короче у меня большие проблемы с тем чтобы чувствовать скорость и машину но и я в принципе поэтому не хотела учиться водить но я надеюсь что моя мама всяком случае мне верила что такие вещи приходят с опытом я надеюсь что однажды они придут потому что пока я такая машина классно хорошая вещь ездить конечно же не буду да я выбрала автомат решила не париться по этому поводу как бы механка в принципе мне не нужна мои родители ездят на автомате без проблем и сейчас как бы объективно джинсто машин есть на автомате и я не вижу смысла париться по этому поводу и учиться лишним навыкам вот всем привет привет да очень весело потом пересматривать а может быть с ним потому что у меня в конце этого года скорее всего выйдет видео опять же год это моя новая традиция итогов за год так скажем ну то есть яркие моменты какие-то и возможно это было бы весело туда включить но я пока не знаю ничего не смею утверждать но я надеюсь что такое видео будет в всяком случае видосов у меня полно да снимала я весь год видимо очень усердно так скажем ну какие-то мелочи конечно не прям так задуманное какое-то видео с кем-то крутым переходом просто нарезочка из милых моментов из жизни вот сколько моим родителям хороший вопрос папе моему 54 моей маме 52 ну как бы я третий ребенок поэтому возраст им возраст соответствует количеству детей так что бы еще рассказать даже не знаю у меня два брата вот два брата но я общаюсь только с одним поэтому у меня один брат можете забить на второго его не существует в моей жизни его точно не существует он появляется раз в год дай бог я его вижу и все мы не общаемся со вторым братом да общаемся прям тесно и очень хорошо и я очень рада что у нас такие теплые отношения с моим братом привет так одному моему брату вроде 35 но я не уверена как бы да а второму моему брату 28 в этом году исполнилось так нравится как я перед тем как сказать возраст отчитываю года в голове чисто такая матеша вот и тому брату которому 28 мы с ним очень хорошо общаемся и у нас прям идиллия такая он мне помогает спрашивает как дела и все такое ну то есть ему не насрать на мое существование и это очень круто у вас классные столбы в Аброволок тоже классное место кстати я не была ни в первом ни во втором месте житель Красноярска просто знаете типа живу в Красноярске почти двадцать лет не была ни в клубах ни в Ром-Лагу и в принципе не считаю себя там типа ущемленной по этому поводу что я там что-то невероятно грудное пропустила нет в общем-то я наслаждаюсь другими местами Красноярска так скажем у меня есть свои любимые места ну у меня папа тоже кстати не был на столбах хотя живет в Красноярске уже больше пятидесяти лет за что возможно я его в какой-то степени уважаю да я родилась и выросла в Красноярске я никогда не жила в другом месте возможно к сожалению возможно хотелось бы попробовать что-то другое но пока нет никаких возможностей так как я учусь в Красноярске научно ну хотя блидь полгода дистанционки наверное не назвать научным обучением но это уже другой вопрос правда у меня есть кот он там где-то валяется мы его трогать конечно не будем у меня еще есть собака она живет на улице потому что я живу в частном доме извините что я поправляю глаз у меня просто слипаются ресницы из-за туши вот что-то типа Москвы манит ой простите перевернула камеру извините не хотела по поводу Москвы ну как бы ответить однозначно весьма для меня сложно потому что я в Москве была много раз много раз сколько четыре вроде четыре либо пять я не помню по-моему четыре вот четыре раза была в Москве и ну конечно знаете Москва в первый раз мне невероятно понравилось я такая вау это лучший город в моей жизни а на четвертый раз я уже такая ммм это обычный город такой же город как и любой другой город к которому можно привыкнуть на четвертый раз ну возможно если бы я ездила на меньшие промежутки времени то да я бы не перенасытилась я не привыкла к Москве но увы я ездила по месяцу по полтора месяца где-то так и поэтому Москва стала для меня абсолютно обычным городом я не вижу там чего-то прям невероятно манящего или такого сказочного знаете как некоторые мечтают о каких-то городах в которых они хотят жить как школьницы мечтали в мое время о Питере вот такого у меня нет в отношении Москвы не знаю да да Алексей конечно можно спокойно отвечайте я не против облегчивать задачу баня у нас есть да ну раньше у нас кстати был бассейн но моим родителям стало лениво каждый год на вытаскивать надувать заполнять потому что это большая трата воды которой у нас как бы сильно много нет мы ее экономим по возможности поэтому мы забили хрен и в общем-то не страдали от этого никогда от того что у нас нет луха или бассейна не знаю наших родственников есть но я мы как бы к ним не ходим но просто как факт я не знаю зачем он нужен в общем-то я летом не купаюсь в основном негде была ли я в Питере да была в школьном возрасте в классе шестом по-моему или в седьмом в шестом да и в то время Питер мне не понравился возможно ну я уже говорила что возможно я поеду туда в более осознательном возрасте что даст мне какие-то ну типа новые впечатления о городе я не знаю может быть я пересмотрю свои взгляды но пока я к Питеру отношусь наверное все таки нейтрально я не могу сказать что я прям ненавижу Питер нет но у меня нет чего-то такого вау Питер а чему можно и без Питера в общем-то я лучше на Байкал съездила на Камчатку сколько поколений родственников ты знаешь ну родители их родители и родители родителей их родителей короче три это если считать вверх как бы а из родственников так потом у меня есть сестры у них есть дети наверное если вниз то один если вверх то три если вниз то один вот мои сестры еще не настолько старые чтобы их дети рожали своих детей то есть как бы в принципе моим сестрам сколько ну максимум лет сорок двоюродно в смысле и вот у них есть дети и не их воспитывают короче вы поняли сложно ну родственников у меня действительно очень много особенно со стороны отца и невозможно не заметить что меня это бесит потому что я с ними не общаюсь а мои родители настаивают на том чтобы я с ними все-таки общалась и поддерживала хорошие отношения ну у меня это получается с крайним трудом а жива ли моя прабабушка уже нет но я застала ее живой и я ее помню как ни странно хотя это было ну реально лет семь назад то есть мне было двенадцать около того когда я ее не стала но у меня в принципе сейчас только одна бабушка жива и один дедушка то есть дедушка с маминой стороны и бабушка с папиной я не чувствую себя ущемленной по этому поводу я считаю что я ничего не пропустила так по поводу специальности я кстати не ответила я учусь в медиа на лечебном деле что-нибудь еще пропустила нет 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 вроде нет ладно если что продублируйте пожалуйста тут 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 что еще такого рассказать давайте 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 с вопросом Алексей вам вообще что угодно кроме ладно короче что угодно но в пределах разумного скажем так Мария перестаньте снимать эфиры хорошо Алексей я лучше не буду и все и так закончится моя телескопная жизнь блин вроде подпилила ногти все равно как-то плохо улетят ну вдруг просто вдруг я вам надоело уже сколько лет мы с вами вместе здесь как бы я могла вам надо есть что в этом такого я в этом ничего такого не вижу ладно вроде все на насрать а как я в карту проиграла вы про карты на раздевание что ли вы про тот случай это наверное мой единственный случай когда рассказывала про карты в эфирах справедливо ну я верю что вы сможете найти кого-нибудь еще ну короче что рассказывать там ситуация была такая я была у себя дома ко мне приехал человек с которым мы должны были ну типа ночевать вместе мы решили пострадать фигней поиграть в карты на раздевание ну просто до этого с этим человеком очень много шутили про карты на раздевание и я такая типа ну ладно давай шутки перейдем не в шутки и поиграем да-да это была моя инициатива в общем-то мне меня заверили что этот человек заверил мне что он плохо играет что он вечно приедет я такая вау классно давай поиграем тем более раз уж такая пошла раз уж такой разговор пошел вот и мы начали играть и в итоге с меня уже тело одна шмотка вторая шмотка третья с человека снились носки и дальше я опять продолжил проигрывать пока не осталось в кусах все на этом игра закончилась я оделась и все ничего интересного не было что вам там задали Алексей а что а вы к чему это Алексей давайте я тыкну а там видно разум нет меня не видно а почему должно быть я кстати посмотрела когда был создан мой перископ но уже не помню моя память великолепно избирательна я не напоминаю ничего да да точно это ваш или это мой или это ваш это ваш 2015 я не помню когда был создан мой я я же смотрела тупица тупица это ваш дублируем вопрос могу ли я рассказать то что про то что недавно учила моя память настолько избирательна что я не помню ничего включая то что я недавно учил ну я типа не учила я читала помимо отмазка я просто сейчас сделала домашку сидела и я делала патофизиологию а потом делала общую хирургию ну короче единственное что я запомнила это была патофизиология потому что хирургию я быстренько написала и просто отправила что там рассказать там было про раковые процессы про мутации драйверные и вторичные мутации и их влияние на опухолевые процессы в организме связано это короче все с тем что есть первичные драйверные и вторичные драйверные которые как раз таки есть вторичные вот эти вот мутации я запомнила просто потому что я с этим вопросом очень долго разбиралась я весь день сидела и не могла решить эту задачу выложили здание в 8 утра и закончила делать ее в 8 вечера я написала преподавателю с вопросом она мне все там объяснила ну и короче вот суть в том что первичные мутации так сказать это не так уж и плохо потому что ну они весьма одноправленные соответственно терапия опухолевых процессов проходит гладко а как раз вторичные вот с ними есть большие проблемы потому что из-за вот этих вот мутаций клеток внутри опухоли происходят процессы которые меняют структуру клетки как я поняла но я не уверена и это как раз таки мешает терапии опухоли то есть например было какое-то лечение да условно она помогала потом вот эти вот мутации активизировались и все лечение работать перестало опухолевые процессы восстали и все пошло короче в худшую сторону еще я изучала вопрос гипертермии в плане профилактики ну да наверное профилактики и лечение опухоли также и используется это как дополнительный метод обследования ну блин вам правда это интересно когда там например знаете не помогают всякие гормонотерапии лучевые там вот эти вот терапии и прочее прочее подключают гипертермию и за счет вот этой вот температуры как раз таки умирают злокачественные клетки а здоровые остаются в целости сохранности ну просто короче организм нагревают до температуры где-то 41 голову конечно же остужают но вот такой есть метод я сама о нем знала впервые так умею ли я готовить умею но отказываюсь это делать пока живу с мамой потому что в этом нет никакой надобности это лишняя трата времени на велосипеде коньках я слава богу умею тоже но на коньках знаете менее успешно так сказать я в свое время в школьные годы очень долго просила у родителей коньки чтобы кататься на катке как бы потому что меня все время заколебало брать на прокат коньки и мне купили коньки у меня рождения мне подарили и с тех пор я пользовалась ими всего два раза хотя купили мне их три года назад мне кстати стыдно за эту покупку ну что я типа упросила родителей мне их купить потому что я не знаю чем связано то что я все-таки не катаюсь хотя я раньше любила это дело не как профессиональная фигуристка понятно на любительском уровне крайне из кучи падений попрошу заметить вот я их купила и потом началось егэ потом начался мед и мне вообще стало не до коньков и не до катков короче все понятно ну да ноги то не растут справедливо но просто типа обидно что такие вещи лежат уже столько лет в шкафу и я ими не пользуюсь хотя знаете коньки это как бы не из дешевых удовольствий ну как мне кажется то есть как бы эти деньги можно было бы потратить на что-то другое но я попросила коньки это была детская как бы дурость ну не то что детская я уже была довольна сознательным человеком однако это была моя хотелка очень долгое время потому что раньше так как мой каток ну ближайший каток был напротив моей школы у меня было больше возможностей ходить на каток но потом я закончила школу эх декабрь 2016 мы с вами могли быть так долго вместе год Алексей вы пропустили год в моей жизни представляете какой ужас ну блин 2016 год уже пришло 4 года почти жесть 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 мы с вами в этом году отмечаемое 20-летие эфир будет не знаю 26 ли но будет можно знаете написать список 20 вещей которые я поняла за 20 лет 10 класс на самом деле иногда задумываешься о том что так странно транслировать свою жизнь на протяжении стольких лет а потом понимаешь что на самом деле это прикольно потому что я буквально записываю то как я меняюсь как меняются мои взгляды отношения к чему-либо это круто так с эфиром то что не то ностальгируйте о да ностальджи словила нет я таких параллелей не провожу я вообще если честно помню какой год типа по животным только максимум пару дней от начала года а потом я напрочь забываю какой нынче год я считаю что это настолько бесполезные в жизни вещи как блять знаки зодиака вот честно вам вообще хоть раз знаки зодиака в жизни помогали а мне нет все эти гороскопы все эти вот типа что будет завтра у Козерова блять такой бред простите я в жизни не верю в то что звезды звездами наш путь предначертан извините как бы они определяют наш характер чего вы правда думаете что звездам есть за вас дело да им насрать они даже не живые короче вы поняли все это херня собачья правда кризисы у нас не кризис ребят у нас пандемия кризис у нас был и без пандемии в общем то в стране в стране нет денег но вы держитесь блять хочется пойти на работу чтобы были деньги но я боюсь словить ковиду в больнице а про мировой но это другой вопрос это нынче другой вопрос вы бы так и говорили а то я все про Россию про Россию как будто патриотка да блин как хорошо было жить знаете и не вздумываться о всяких кризисах детства ты такое крутое привет всем привет да да потому что Путин будет жив Путин от нас никогда не уйдет Путин never die под названием так вы меня заинтриговали под каким названием я в лицей на эфире всякой хернью занимаюсь ногти пили руки намазываю кремом ну почему бы и нет я тоже я кстати недавно об этом говорила со своим со своей знакомой о том что скорее всего его Ленина уберут когда Путин умрет типа он его сменит блин как комично что эти разговоры совпали в мой эфир давай пресс качать у меня есть пресс но мне лень в данный момент он занимался но он есть я его чувствую если просто похудеть то его будет даже видно но я не буду худеть я нынче не настроена на пухтение я в свои девятнадцать постигла дзен и поняла что мне насрать сколько я вешу наконец-то я учусь в медиа ответила кстати сто лет назад чик ну Путин конечно да у него много запасных планов а что вы завидуете я да куда худеть Димана справедливо нет на худеть замерзнем какой рост вес рост у меня метр шестьдесят шесть с половиной вес сейчас я понятия не имею сколько я сейчас вешу сейчас я взвешусь вам скажу шестьдесят три пять пожалуйста не жалко ммм матрица за вами слежка ну знаете не страшно перевес извините вы меня под свои стандарты подгоняете или мне показалось? не обижайтесь не обижайтесь ляшечки жирненькие он не про вас он вас даже не видит держусь ну так-то справедливо неправедливо холодно ли у нас ну минус три у нас как бы выходные вообще обещают плюс восемь Красноярск непонятно в плане погоды очень переменчивый я надеюсь на лайтовый ноябрь в погодном плане надеюсь но думаю что скоро будет очень холодно и я буду снова умираться вот я и мой бойфронт у нас кстати тоже ну у нас понятно почему как бы у нас очень крутая экология в Красноярске всем рекомендую двадцать из десяти режим черного неба ты класс да он веселый это все потому что он молчит идеальный мужчина идеальный мужчина тот который молчит и он справляется да да дома лучше да сижу дома пожалуй я уже так почти весь год делаю сижу дома на самом деле моя душа интроверты радуются пандемии в каком-то плане но но не всегда почему который молчит потому что хуйню не несет как некоторые мужики но я не говорю про все с некоторыми приятно общаться а с некоторыми неприятно некоторым бы стала ебало на всю жизнь ой фу опять я своим мужем ненавистнические флюиды распространяю эфирах это это плохо когда-нибудь я это пойму до пандемии нет ну нет ладно до пандемии я ходила в универ и в универе я общалась с людьми как-никак а сейчас я даже в универ не хожу ну как бы знаете гель штат не закрыт в плане моего ежедневного общения с людьми возможно я бы хотела все таки видеть хотя бы одногруппников каждый день не знаю у нас просто очень хорошие отношения в группе поэтому возможно я по ним так скучаю но мы все таки в пандемии несколько раз виделись помечали дни рождения просто виделись и было классно этого не хватает правда но однажды мы выйдем я верю что пандемия закончится с 2022 по-сторон ну да да вы то не конечно вы не люди убег или уснул чё 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 Алексей был ли у меня посвят у меня небо посвята и я реально на первом курсе думала тем чтобы пойти на посвят но не пошла потому что это ну типа не моя атмосфера так скажем я не тусер реально я домосед я боюсь что со мной что-то может случиться и меня некого будет защитить а со мной может что-то случиться я просто мастер попадать в хуёвые ситуации короче поэтому я никуда не хожу ночью поэтому я стараюсь прийти домой до темноты потому что я просто часто попадаю всякую хуйню и это заставляет меня опасаться за свою жизнь короче вы поняли я не хожу на такие мероприятия в клубах я не была девочка святая тихоня да это я живу живу неинтересно жизнь а еще я не пью вообще и не пробовала и не буду хорошее отношение с добытниками это главное хуёвых когда выпим много пидоров да согласна мне очень повезло с группой другим повезло меньше ну короче правда мне повезло я очень благодарна что мое обучение заклаживается хорошей группой потому что они во многом мне помогают учиться являются моей мотивацией дополнительно то есть когда мне что-то лет делать я смотрю что другие делают или меня просто пинают поэтому это круто танцевать я не знаю типа мои способности никогда никто не оценивал но мама говорила что я самая лучшая ю не знаю типа я прилюдно не танцую наверное последний раз я прилюдно танцевала на выпускном школе и то это был медлен очень кривой но был да больные танцы и хип-хоп штах штах ты что-нибудь понял а вот я нет ну я в детстве занималась танцами и это я не помню что это было но помню что это было круто там что-то типа ну не бальных конечно танцев было но да хрен знает чем я занималась я уже не помню правда в школе были всякие балы раньше кстати но я в них почти никогда не участвовала а одна поешь танцуешь типа в ванной ну да одна да да бывает что и пою ну я пою достаточно часто потому что я слушаю музыку часто и в общем то ну соответственно под музыку танцую тоже бывает по вечерам не знаю ну это как бы все все так делают короче в душе я не пою потому что я считаю что это странно но музыку там слушаю так большой теннис я не умею играть в теннис вообще я типа далека от спорта максимально ну по моему весу понятно правда хах юмор ну я просто к тому что не знаю теннис меня никогда не привлекал как спорт я смотрела как играют в теннис ну в смысле игры в теннис смотрела потому что в свое время мой партнер этим интересовался очень сильно ну и я ради интереса тоже пару игр глядела с ним вот и я не знаю я не вижу в этом смысла не знаю может быть он имеет место быть как кардио как хорошее кардио но но я и не занималась ну я не скажу что я прям люблю свой голос как бы не могу сказать что я там при ком-то часто пою но тем не менее я училась в музыкалке где был хор поэтому возможно у меня это просто осталось в принципе всегда пела более-менее а по поводу кстати смотрения смотрения просмотра игр футбол там не знаю бокс я вообще этого не понимаю в чем соль почему люди этим занимаются просто я считаю что это трата времени простите там футболу передаю привет ну правда я вообще этого не понимаю это зачем синтезатор почти фортепиано ну фортепиано я тоже умею я сдавала и так и так типа когда ты сдаешь ну заканчиваешь музыкалку на синтезаторе тебе нужно играть минимум одно проседение на фортепиано в любом случае поэтому насрать как правильно говорите вы меня поняли суть вы поняли это главное короче посидим по парам да мы же мы с вами настолько близки да опять ресницы любви вечная моя проблема поэтому я обычно не крашу глаза никогда ну сегодня что-то у меня будет такое настроение хернуть себе яркий макияж и я захерачивала захерачивался голубой макияж типа не знаю зачем да плавать я умею и в море я была купалась вот мне не понравилось кстати люблю ли я цветы у меня у меня есть в комнате цветы маминой но знаете типа вот многие женщины требуют от своих мужчин чтобы им дарили цветы по праздникам включая мою маму моя мама прям очень любит цветы я как-то очень очень холодно к ним отношусь абсолютно не люблю цветы я не знаю типа я не понимаю в чем их ценность не знаю они вообще не приносят мне никакого удовольствия помню в школе да иду в универе на 8 марта типа девочкам дарят цветы и мне дарили как бы тоже я не исключение но мне никогда это не нравилось не знаю почему просто как-то я далека от этого цветочного мира что странно потому что я люблю цветы полевые когда ходишь гулять по лесу там цветочки это красиво но так чтобы знаете оформленный букет мне подарили я такая вот это круто нет такого не будет почему не понравилось потому что вода была соленая волосам было плохо глазам было плохо носу было плохо рту было плохо было отвратительно честно скажу вообще не понравилось я просто что это или это было не море я не знаю что это было в Турции что вообще в Турции есть я просто не шарила за географию простите у меня географии не было 7 класса вот и короче не знаю честно я вообще не фанатка плавания отдыха на пляже на море я бы лучше в лес ходила я люблю такое ну в принципе я живу в частном секторе и у меня есть такая возможность ходить в лес и я прям это в сердечке у меня обожаю лес просто это моя страсть вы вы что такие вопросы задаете гулять дышать ходить наслаждаться смотреть на природу это же это великолепно я обожаю фотографировать нет не жарить шашлыки не собирать грибы просто гулять не знаю я обожаю могу просто несколько на несколько часов уебать в лес на часов шесть абсолютно спокойно просто ходить есть дорога ты идешь ну я обычно иду куда-то в определенное место куда мне нравится ходить в лесу то есть я хожу далеко ради красивых видов я живу в таком месте где если пройти часа два или полтора то ты выйдешь просто на офигительную площадку просто виды такие завораживающие великолепные да фотки есть и я в инстаграм раньше заливала в истории но в конце года обязательно будет видео ну я уже рассказывала про то что я сделала видео итогов года ну момента и там обязательно будут вот эти вот виды с этого места потому что я была там за этот год очень много раз я выведала тропы на то место раньше меня туда возил папа в очень редкие моменты я их обожала но потом я уже маленько выросла и доросла до того чтобы ходить туда самостоятельно своими ножками и на машине видео будет в инстаграме инстаграм у меня есть в профиле можете подписываться я там часто очень часто почти каждый день сижу но не каждый день что-то выкладываю конечно но сижу там каждый день на сообщения отвечаю ну если вы не турок конечно туркам я не отвечаю или если вы не мусульманин ничего не не против вероисповедания вашего как бы но мы с вами не сойдемся с точки зрения религиозных предубеждений так скажем мне вот с вами сложно общаться поэтому я не я избегаю конфликта вот напишите мне пожалуйста если у вас там в профиле вашей мечети это меня пугает чего это взаимоисключающие себя понятия типа как это какой-то оксюморон горячий снег короче вы поняли это хуйня такого не бывает блин я тут поняла что нужно завязывать с эфиром я должен идти я уже снимаю долго надо бы заканчивать а ну да может не верить но он не знает русского поэтому с ним общаться будет сложно мне будет общаться с ним сложно вот поэтому в основном турки начинают общение с того что кидают свои причинные места и от того общение идет прямиком вниз сразу же человек летит в банк вот поэтому это просто конечно предбуждение у меня в своей голове стереотипа но это статистика моего профиля директа ну да да конечно само собой я не говорю что так все делают конечно не все но почему-то подавляющее большинство неприятно вот а я наверное сегодня ухожу мы с моим молодым человеком заканчиваем эфир надеюсь что вам было приятно поболтать мне было очень приятно провела хорошо время сегодня было прям лайтовенько никаких оскорблений все было супер можете подписаться можете не подписаться инстаграм в профиле если хотите помочь мне донатами на лампу новую без проблем вот я куплю на лампу для света хорошего в эфирах можете мне помочь каждый сбера в профиле я пошла пока как м так то как даже все что он и